Здравствуйте! В эфире телеканал УТС «Вечерние новости» в студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. Введение 22 объектов образования почти, если брать их в проектную мощность общую, почти на 15 тысяч мест, позволит нам заметно снизить напряженность в общеобразовательных местах. Решить проблему дефицита учебных мест. В каких районах области в этом году откроют новые школы? Именно эта лаборатория астрономии стала яблоком раздора 8 лет назад. По словам директора клуба юных техников, с приходом сюда Светланы Шенрик, помещение стало превращаться в студию рисования для маленьких детей. Но эксперимент казался не совсем удачным. Кто виноват, решают судьи. В Академгородке разгорается скандал между местной художницей и директором клуба юных техников. Кедровый орех единственный, который заготавливается в России в промышленных масштабах. Все мы знаем, что ядра вкусны и полезны, однако новосибирские ученые нашли применение не только им, но и, казалось бы, бесполезной шелухе. Природный материал в качестве конденсатора. Как удалось сделать из кедровой скорлупы источник энергии? Первая волна. В конце марта в Новосибирской области начнется паводок. Особого накала не будет, уверяет глава Западно-Сибирского гидрометцентра. Сложный сценарий природа приберегла на вторую волну. Нынче весна выдалась аномально теплой, осадков выпало больше нормы на 25 мм. Все эти факторы влияют на развитие событий и во второй половине апреля следует ожидать массовых подтоплений. В Новосибирской области также на ряде рек, ну и, безусловно, Алтай и Республики Алтай уже идут весенние процессы. Кое-где отмечаются забереги, снег подняло. Есть небольшие участки, где в районах гидрологических постов чисто, но это не говорит о том, что пошел ледоход. Выше по течению, ниже по течению еще и есть лед. Больше положенного на 23 млн. рублей контрольно-счетная палата Новосибирска выявила множественные нарушения в работе мэрии города. Специалисты нашли значительные завышения цен при закупках департамента ЖКХ. За противогололедные средства списали на 18 млн. рублей больше. Технику подрядчика наняли с завышением цены на 5 млн. рублей. При этом 60% машин не использовали. К тому же работы подрядчиков были приняты формально. Материалы проверки направлены в прокуратуру. Кто кого? Женщина. Художник избила бывшего офицера. Не первый год жители Академгородка выясняют отношения. Анатолий Дембровский, директор клуба юных техников в прошлом военной, обвиняет в клевете художницу Светлану Шендрик. Между сибиряками возник конфликт из-за съемного помещения, который привел к перелому ноги и пощечинам. Кто поднял руку и была ли потасовка, разбирался Александр Сульдин. Клуб юных техников Академгородка учат детей делать модели, играть в шахматы, наблюдать за звездами. Благородное дело. Но уже несколько лет здесь развивается некрасивая история. Он директор, бывший офицер. Она художник. Поздний вечер – гаражный кооператив. Давайте уже успокаивайтесь. Никуда я ее не кидал. То есть она бьет первой. Это кульминация конфликта. Светлана Шендрик говорит, что случайно оказалась возле гаража Анатолия Дембровского. Требует вернуть картины и деньги. Стычка, результат, два заявления в полицию. От Анатолия по факту побоев и от Светланы нанесение вреда здоровью. Столпнул меня в яму, в результате чего у меня сломалась нога. Но, естественно, я после того, как я из этой ямы вылезла, вся в этих колючках, выгляжу как бомж, как маргинальная личность, я дала ему пощечину за недостойное повеление офицера. А начиналось все по-доброму. Светлана пришла в клуб юных техников с предложением – рисовать науку в лаборатории астрономии. По замыслу женщины, ее воспитанники изучали звездное небо и переносили впечатление на бумагу или холст. Идею Анатолий Дембровский поддержал. Именно эта лаборатория астрономии стала яблоком раздора 8 лет назад. По словам директора клуба юных техников, с приходом сюда Светланы Шендрик, помещение стало превращаться в студию рисования для маленьких детей. Но эксперимент оказался не совсем удачным. В итоге астронома и астрономию здесь отстояли. У Светланы своя версия. Астрономия говорит, за то, чтобы заниматься в лаборатории, отдавала Дембровскому по несколько тысяч рублей в месяц в конвертах на ремонт телескопа. За год с небольшим накопилась сумма в 70 тысяч рублей. А за оптический прибор так никто и не взялся. Не спешили и официально устраивать на работу художника. Она подняла этот вопрос и лишилась доступа в кабинет. Дембровский уверяет, деньги за доступ в лабораторию не брал. Художника впустил бесплатно, а конверты – своеобразные подарки от Светланы. А она проводила занятия и, якобы, собирая средства с воспитанников, по сути, организовала бизнес. Результат конфликта – более десятка судов, уголовное дело из-за сломанной ноги, иски о защите чести и достоинства, большинство заявлений от Дембровского. Недавно художница написала жалобу руководству Анатолия. Изложила ситуацию о плате за лабораторию и остычки с телесными повреждениями. Директор клуба юных техников все отрицает. Дело в отношении него по нанесению вреда здоровью Светлане закрыто. Нет состава преступления. Дембровский ответил заявлением о клевете. Выступает обвинителем. У меня было одно желание и стремление, чтобы она оставила меня в покое. И кют она оставила в покое. Светлана говорит, что не хочет вражды и добивается того, чтобы уголовное дело о клевете против нее прекратили. Однако процесс продолжается. Следующее заседание – в будущий вторник. Александр Сульдин, Алексей Зубило. Новости ОТС. Нового мэра сегодня выбрали в Бердске. Наибольшее число голосов от депутатов набрал Роман Бурдин. Накануне избрания, 22 марта, Бурдин отметил 50-летний юбилей. Сейчас он работает заместителем министра региональной политики Новосибирской области. В ближайшее время вступит в должность главы города. На подписание трудового договора у него пять дней. Изобретение прессованного стекла в 1824 году дало старт изготовлению стеклянной тары в промышленных масштабах. Сегодня стеклотара стало легче, технологии выгоднее. Напитки в Новосибирске начали разливать в облегченную бутылку. Это позволит не только экономить, не уменьшить углеродный след экологии. Сергей Толмачев побывал на всех этапах производства. Производство начинается здесь. Вот так выглядят котлы, в которых варят сусло из солода. В них постоянное давление и температура. Причем большая, поэтому здесь очень жарко. Пивное производство – гигантский цикл. Одно рабочее место на заводе – это еще 12 в других отраслях. Бюджет это предприятия приносит 4 миллиарда в год. Сегодня открывает новую страницу в отношениях со смежниками, которые поставляют бутылку. С одной тонной стекломассы, что касается стекольного производства, будем производить большее количество бутылок. И вот это вот наша прямая экономика. То есть я вот сейчас показывал на слайдах. Если мы весом бутылку, такую же 265 грамм, производили 3700, то теперь будем 235 грамм бутылку производить, 4 225 миллионов бутылок. Эта бутылка выдерживает большое давление. И внешне не отличается от других. Но зато в грузовик нужно загрузить больше ящиков. Значит, нужно меньше машин, а это снижение выбросов в атмосферу. Сегодня первый запуск линии с облегченной тарой. Это цех розливой упаковки. Здесь работает несколько линий по пластмассовой таре, по джественным банкам и пока только одна стекольная. Ее мощность 38 тысяч бутылок за один час. Завод-производитель делает акцент на переплавку вторичного сырья и стеклобоя. Сейчас утилизируют 200 тысяч тонн в год. Будут больше. В областном правительстве договорились с новым оператором по вывозу мусора, о сборе и доставке стеклотары. Предыдущий оператор не был эксплуатантом полигонов. А мупсах, он и оператор эксплуатант полигонов. Прямо заинтересован, компании друг друга заинтересовали. И сейчас будет, соответственно, на действующих полигонах, это пока не про новую идет речь, на действующих полигонах дополнительная сортировка. И, соответственно, когда есть сырье, куда сбывать, есть интересное сортирование. Кроме того, в Новосибирске впервые в России станут использовать новые поддоны. Не из дерева, а из вторичного сырья. Это тоже поможет улучшить экологическую ситуацию. Сергей Толомачев, Андрей Руднев, Елена Быкова. Новости ОТС. Новости на телеканале ОТС. Далее в программе. Новости ОТС. Далее в программе. Прочитает, оценит. Кто тебе скажет, слушай, старик, ты гений. Или скажет, слушай, это полная отстойность. Действуй, твори, создавай, не жди, гордись, чини, учись, не останавливайся и наслаждайся результатом. Новосибирск. 100 дел. Просто сделай это. Первомайская, 45. Итралейная, 52. В первую смену и в новый класс. 14 школ построят в этом году в Новосибирской области. Это позволит решить проблему дефицита учебных мест и снять напряженность второй смены. За пять лет в регионе возвели 25 школ. За новые парты сели 18 тысяч ребят. Ремонт зданий тоже позволил добавить места. В этом году общеобразовательные учреждения появятся в Баганском, Тогучинском, Новосибирском районах. Особая нагрузка на мегаполис. Там тоже появится несколько новых школ. Направляем сегодня совместно с ПЕД-университетом наше усилие на то, чтобы, например, мотивировать новых ребятишек на то, чтобы они поступали, получать ПЕД-образование. Если взять вот этот трехлетний период, 23, 24, 25 год, то введение 22 объектов образования почти, если брать их в проектную мощность общую, почти на 15 тысяч мест, позволит нам заметно снизить напряженность в общеобразовательных местах. Прислушаться к себе при выборе профессии. В Новосибирске стартовала Олимпиада среди учеников 8-12 классов с нарушениями слуха территория ДЭФ. Больше ста участников из Сибири и Казахстана покажут свои знания и пройдут консультации с экспертами. Ребятам помогут в профессиональной ориентации. Ксения Петренко пообщалась с участниками. Александр плохо слышит, но это не мешает ему хорошо учиться. Пробует свои силы в разных областях, чтобы определиться с будущей профессией. Я хочу поступать на бухгалтере или на юнистер, я еще не определился. Сложно ли тебе учиться? Нет, нормально. В НГТУ стартовала Всероссийская Олимпиада среди школьников с нарушениями слуха. Траектория ДЭФ проверить знания и умения в области математики и информатики решили больше ста школьников со всей России и Казахстана. В этом году Олимпиада впервые проходит в двух форматах – очном и заочном. Данные мероприятия являются для НГТУ традиционными. Мы как ВУЗ, реализующий практику инклюзивного образования, создаем возможности для ребят познакомиться с ВУЗом, сделать свой правильный выбор, прежде всего профессиональный. И Олимпиада – это такой первый шаг для того, чтобы ребята попробовали себя, определились со своей профессиональной траекторией. 30 тестовых заданий разного уровня сложности по каждому предмету. На выполнение заданий два часа. За два дня Олимпиады ребята не только покажут свои знания, но и смогут определиться, где продолжить обучение. Всех ждет профориентационная диагностика. Ребята приезжают сюда и погружаются уже априори в атмосферу общения с людьми, которые такие же, как они, ребята с нарушенным слухом, но они чувствуют себя свободно. И они мотивированы уже на свое будущее. И они видят примеры результативности вот этого общения. И это здорово. Родители и педагоги обменяются опытом, как обучать детей с нарушениями слуха. Итоги Олимпиады подведут завтра. Назовут обладателя Гран-при – образовательную организацию, чьи участники наберут большее количество баллов. Ксения Петренко, Валерий Павлов, Новости ОТС. Зарядить кедровый орех электричеством и использовать как источник энергии. Фантастика? Нет. Группа новосибирских исследователей Института Катализа занимается именно этим. Мой коллега Александр Шерудила отправился в лабораторию, чтобы своими глазами увидеть чудесное превращение. Кедровый орех – единственный, который заготавливается в России в промышленных масштабах. Все мы знаем, что ядра вкусны и полезны. Однако новосибирские ученые нашли применение не только им, но и, казалось бы, бесполезной шелухе. И в итоге стремятся получить суперконденсатор из скорлупы. Естественно, превращение происходит не сразу. Скорлупу мелят в крошку и затем подвергают пиролизу, то есть термической обработке в инертной среде. Летучие вещества испаряются и шелуха превращается в биоуголь. Далее его необходимо активировать. Обычно активированы угли, которые коммерчески получают путем парогазовой активации. Но перед нами стояла задача получить материалы для применения их в качестве материалов электродов-суперконденсаторов. В случае парогазовой активации она не дает возможности получать удельную поверхность больше, чем, грубо говоря, тысяча, полутора тысячи квадратных метров на грамм. А ведь именно этот показатель напрямую влияет на потенциальную емкость электрода-суперконденсатора. Новосибирские исследователи пошли другим путем. Биоуголь смешали с раствором щелочи и обработали при температуре до тысячи градусов, благодаря чему получили на 50% большую удельную плотность. Прессуем вот такие вот таблетки. Собственно говоря, это уже углеродный материал, смешанный со связующими и проводящими добавками, который позволяет нам уже сформировать сам электрод, потому что чистый углерод, он не прессуется, он рассыпается. После этого электроды закрепляют в корпусе обычной плоской батарейки и исследуют в приближенных к реальным условиях. Заряжают и разряжают несколько тысяч раз, оценивая емкость и стабильность материала. Я думаю, вы все знаете, что любой мобильный телефон через некоторое время у него аккумулятор перестает долго держать заряд. Это основная проблема литий-ионных аккумуляторов. Основное достоинство суперконденсаторов – это то, что они могут работать очень долго. То есть 10 тысяч циклов – это то количество циклов, которые, например, в лаборатории проверяют. Для сравнения, обычные литий-ионные аккумуляторы выдерживают всего около 500 циклов. Суперконденсаторы используют в источниках бесперебойного питания, альтернативной энергетики, электротранспорте и космической отрасли. Ученым удалось доказать, что активированные угли из скорлупы кедрового ореха перспективны для практического применения. Следующий шаг – создание мощного прототипа и дальнейшее внедрение технологии. Александр Шарудила, Алексей Зубила. Новости ОТС. 1300 косолапых медведей в лесах Новосибирской области подсчитали. Минприрода региона подвела итоги зимнего маршрутного учета крупных животных. Для подсчета охотоведы исследовали дорожки на снегу. Самыми многочисленными обитателями лесов стали косули. Их более 56 тысяч особей. Немало и других крупных рогатых животных – лосей. 11,5 тысяч. Реже всего специалистам встречались рыси. На весь регион набралось всего 200 животных. Сезон зимнего учета традиционно проводят с января по март. Статистика этого года показала рост поголовья популярной охотничьей дичи сибирской косули и лося. В Новосибирской государственной консерватории сменилось руководство. В отставку отправлен ректор Жанна Лавелина. Она возглавляла вуз с 2018 года. Буквально несколько дней назад в воскресенье Лавелина проводила экскурсию по зданию для заместителя министра культуры России Надежды Преподобной. Жанна Алиевна показала новый медиа-центр, оборудованный на федеральные деньги. Дальнейшее обсуждение текущего состояния и перспективы вуза прошли в закрытом режиме. С чем связано увольнение ректора не сообщается. Исполнять обязанности ректора будет главный режиссер оперного Вячеслав Стародубцев. При этом он будет продолжать работу в театре. Худрукновато Дмитрий Юровский возглавит кафедру дирижирования. Задача культуры – воспитывать, развивать и вдохновлять. Культурный форум стартовал в Новосибирске. Как заинтересовать искусством молодежь? Обсудить основы и современные тенденции педагогики? В мегаполис приехали эксперты из разных городов России. Екатерина Новгородцева выслушала. Сегодня в Новосибирске проводится сразу несколько очень серьезных, насыщенных, содержательных мероприятий. Это и мастерские для наших литераторов. Это и мастер-классы для коллективов, которые подводят итоги прошедшего года. Это и праздник работника Дня культуры, на который мы с вами соберемся завтра. Культурный форум – одно из мероприятий года педагога и наставника. Два дня, 31 эксперт, 13 площадок и более 500 участников. Я буду рассказывать о том, как завлекать людей для занятий искусством. Потому что оно настолько много дает человеку, настолько развивает мышление, интеллект, творческие способности, все что угодно, что вам просто море по колено. То есть, если человек занимался искусством, он все может буквально. Для него нет ничего сложного, невозможного, какого-то пугающего. Он все умеет. Кроме того, обсудят вопросы педагогики, взаимоотношения ученика и наставника. Сегодня у нас острая проблема с выгоранием, с профессиональным выгоранием. Особенно быстро выгорает педагог, когда он приходит в большую аудиторию, там сидят 30 учеников и все с пустыми глазами. Ученик – это не сосуд, как говорил Плутарх, это факел, который нужно зажечь. Участников культурного форума ждут интерактивные экскурсии, дискуссии и пленарные заседания. Екатерина Новгородцева, Евгений Агеев, Новость ОТС. Не просто написать произведение, но самостоятельно продвигать его на просторах интернета и найти издателя. Этому научат в мастерской писателя, которая открылась в Новосибирске. Сибирских авторов ждут семинары и мастер-классы. Алексей Кудинов прослушал лекции в день открытия. Мастерская писателей собрала в Новосибирске авторов со всей страны, что очень важно. Возраст участников в этом году не ограничивали какой-то планкой. Например, в прошлом году это было 35 лет, но есть и поэты, и прозаики, которые начинают творить, начинают создавать стихи, писать романы уже под 60 лет, ближе к пенсии. И вот и такие авторы приехали в Новосибирске и могут поучаствовать в замечательной программе, рассчитанной на три дня. В ней есть разные направления, разные мероприятия, нацеленные на одну цель – творческий рост авторов. В Новосибирске будут говорить и о ведении литературного подкаста, телеграм-канала, и запланирован поэтический баттл, и читка пьес, и, конечно, дискуссия о роли книги в современную мультимедийную эпоху. Среди гостей очень много известных писателей. Так вот, мы сегодня смогли пообщаться с Сергеем Шаргуновым. Очень важно, чтобы был тот, кто тебя прочитает, оценит, кто тебе скажет, слушай, старик, ты гений, или скажет, слушай, это полный отстой. Но на самом деле это касается не только тех, кто ровесники вместе начинают в литературе. Хотя соревнования, здоровая конкуренция, некоторое литературное соперничество и взаимоподдержка – это бесценно. И, собственно говоря, из среды и появляются яркие индивидуальности. Но важно, что здесь еще и опытные, мощные наставники. Работать с писателями в Новосибирске будут и авторы популярных телеграм-каналов, и пиар-специалисты крупных издательств. Есть много очень успешных поэтов, прозаиков. Например, приехал Алексей Сальников, человек, написавший роман Петровой в гриппе «Вокруг него». Есть Дмитрий Водейников, поэты и многие-многие другие авторы, которые читаем и которых выпускают в России большими тиражами. Вот они в течение ближайших дней поделятся секретами работы с собравшимися писателем. Алексей Кудинов, Александр Ветерников, Новость ОТС. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Прогноз на 24 марта. По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Новосибирске будет пасмурно. Ветер юго-западный 2,7 м в секунду. Влажность 80%. Температура ночи 0,2 м, днем до плюс 2 м. В последующие двое суток будет пасмурно. В субботу плюс 3,5 м, в воскресенье до 3 градусов тепла. С вами была Ольга Савельева. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова